Как вы получили чемпионов, если вы хотите получить контракт, Должно было бы получаться большая сумма за бой и гонорар. Я сказал, чтобы они мне 30% заплатили вперед. Потому что у них финансовые проблемы. Я не могу сказать, ребята, извините, за 10 дней мне не заплатили. В Чехии пишут, что это за деньги. Конечно, я за деньги, я делюсь. В QTB, в PFC попадем, посмотрим, какая карьера будет. Потом я покажу людям всему миру, кто мы в Узбеке, На что мы способны, и я знаю то, что я там себя покажу. В Узбекистане о чем вы думаете? Сейчас, вот летом, я летом люблю ездить, там, торбуз, марбуз, гамана, асала. У меня папа инвалид, я в Россию поехал на стройке работал, я в маленькой комнате жил, вот, маленькая комната. Мы жили 12 человек, я работал, я не знаю, на стройке по 10-15 часов после тренировки на базе жил, грушу повесил. Что мне нужны? Хейтеров, там, 10-20 хейтеров. Кто они такие, когда у меня за мной такая армия, когда в Москве, вон, я сказал, через 10 часов, я вот, 3 часа, вечером я добавил, то 3 часа пришел мне пройти даже не знаю, русские проходили, эй, что там, кто приехал. Асаламу алейкум, мадырливат андошлер, слаблама, рахману врустан, джон, сегодня мы с вами, махмудакар. Саламу алейкум. Салам Махмудакар, Саламу алейкум. Да, саламу алейкум. Да, саламу алейкум. И здесь у меня пару встреч было, важных, которые по работе, по делам. Кейн в Москве что-то не рассчитал своей силой, и там, я думаю, придет 30-40 человек. За 10 часов я закинул ролик, то, что на Красной площади. Красную площадь закрыли, потому что уже для парада реконструкции делали и уже подготовки к 9 мая. Так получилось, я прошел в 3 часа с одной стороны, там было человек 20-30. Потом они говорят, ребята там с другой стороны ждут. И мы пока дошли, там было, я не знаю, не буду врать, но сами видели, там столько народу, то что я не ожидал, что столько придут за такое короткое уведомление. И там полиция приехала, говорит, ребята, здесь вообще нельзя. Что вы тут поустроили? Это типа митинга, говорит. Ну, так получилось, что нам пришлось отменить, и меня просто увезли. А в Питере не получилось? В Питере, потому что такая же ситуация будет, потому что это типа митинга будет. Надо как-то организовать, или зал, или еще что-то. Просто, видите, нужно прилететь, приехать на неделю-две уже и спокойно это сделаем. Это сделаем чуть позже. Сейчас у меня чуть-чуть другие планы. Сейчас нужно тренироваться, драться, еще чуть-чуть осталось до подписания контракта в UFC. У меня очень хорошие отношения с XFM, у меня не было контракта. Всегда, если я сказал, я буду драться, я дрался. Если слово дал, у меня всегда было так, на три боя, на три боя. Очень много конкуренции, я как бы, гамма блядла, то, что в Чехии уже более-менее знаменитый. Каждая организация меня хочет, как бы, к себе. Заманивает. Да, и переплачивает деньги. Но когда я сказал, что я вот подписал с Кинслом, Патриком Кинслом, он известный чешский боец, сильный боец, дрался в ACB, раньше, когда ACB было, с Хандошку выиграл недавно, когда вот сейчас недавно Хандошка подписал контракт с UFC на четыре боя. Вот, и с ним подписали контракт, там более такая большая сумма должна была быть за бой, гонорар. И я сказал, чтобы они мне 30% заплатили вперед, потому что у них финансовые проблемы. Они сказали, все, 15 апреля деньги будут на счету. Я сказал, хорошо, потом начали 13-го звонить, говорят, давай неделю подожди. До этого я говорю, ребята, 15-го я дал руку, вы дали руку, не придут деньги, бой отменяем. Потому что очень много людей берут билеты, и фанаты меня много спрашивают, будет бой, не будет. А я не буду отменять неделю перед соревнованиями бой, билеты стоят 50-70 евро минимум. Люди купят там арену 15-17 тысяч человек. В тот раз, когда я дрался, там было 16 тысяч, полная арена была. Полная арена. Я не могу сказать, а вот ребята, извините, за 10 дней мне не заплатили. А как бы многие спрашивают, а вот ты в Чехии, например, пишут, а вот ты из-за денег. Конечно, из-за денег я дерусь. У каждого есть своя работа. Любой человек работает, правильно? Конечно. И любой человек хочет получить сумму за труд, за работу, свои деньги. Потому что у него есть семья, у него есть свои расходы, у него есть своя жизнь. Я чехам так сказал, они поняли, и наоборот, они говорят, да, ты сказал свои условия, они не выполнили, чего они хотят. Кто-то понимает так, кто-то не понимает. Я дерусь, чтобы прославить нашу страну, чтобы попасть в ЮСИ и сотворить историю. Сейчас вот пару шагов, и я уже буду там. Вот приехал в Питер тоже какие-то моменты обсуждать. Не буду говорить, что я подписал или не подписал. Просто ведем переговоры, посмотрим. Я хочу драться, 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 быть активным бойцом. Я могу сейчас ждать, а вот ЮСИ сейчас придет мне с контрактом. Они сказали, жди, мы тебе дадим контракт. Но жди. Туда не так легко попасть. А вот я Махмуд Муратов, возьмите меня. Там свои моменты есть. Там в Узбекистан телевидение покупает ЮСИ, трансляции не покупает. Паспорт какой у меня в Америку. Там от малейших до больших проблем вообще очень много. Много нюансов. Да, конечно. Сейчас, так понимаю, свободный бойц. Я и был до этого свободный. Не, я сейчас свободный, сейчас посмотрим. Сейчас я уехал в Чехию, чуть-чуть отдохнул. У меня было три боя подряд, я отдохнул. Сейчас посмотрим, решим, что-то как дальше будет. Планы какие? Будущие вот. Планы. Завтра вылетаю в Австрию. Завтра у меня ночью дерется в Австрии друг. Едем потом в Словакию, у меня там семинар. Послезавтра едем в Чехию и начинаем снова подготовки. Боев, предложений много. Не знаю, что будет. Хотел бы подраться. Не знаю, могу сказать, не могу. В августе в конце будут Олимпийские игры в Сочи. Там будет и UFC. И из-за этого сейчас в Питере был маленький турнир. Делали большой. Это маленький турнир? Это маленький турнир. В Москве было больше 25 тысяч. Не в Лужнике, а как там. Не хочу. Олимпийский, по-моему там. Олимпийский. Целый, выпроданный был. Не знаю, правильно или нет. Но больше 20 тысяч там было. А здесь 7 тысяч тоже все выпродано было. А здесь 7 тысяч тоже все выпродано было. Самое главное, самое главное. Бойцам, будущим бойцам не спешить. Потому что я в свое время поспешил. У меня опять поражение, кто знает. Я вот поспешил и дрался там. За неделю бой, а давай, кет тык. Вес какой? Я сам у меня был 85 килограмм. 93, а давай, без разницы. Нет. Надо просто чуть-чуть подождать. Быть чуть-чуть… Стратегом или умным? Нужно чуть-чуть просто терпеливым быть. Все будет. Это спорт такой, что если сегодня ошибку сделаешь, она тебя будет преследовать долгое время. Надо просто хорошо со своей командой тренироваться, готовиться. Бои за 2-3 месяца брать. Хорошо подготовиться к сопернику. Да, бывают травмы, потом меняются соперники. Но если ты 2-3 месяца проведешь хорошие сборы, подготовку, тогда против кого бы тебе не послали, ты любого выиграешь. Если действительно готовился. Как это было в Европе? В Европу многие мне пишут, а вот Махмутака, помогите. Не так легко туда приехать. А вот я вот… Охренительный боец, возьмите меня. Если у вас рекорд хороший, вас возьмут, но… Какой именно вот хороший? 5-0? На шердоке 5-0 даже если будет. Нормально, да? Нормально будет. Смотря в каких промоушенах дрались и соперники какие. Угу. Вот. Надо просто говорить больше. Чем больше дерете, тем лучше. Время придет и выпадет шанс. Потом есть другие организации в России. Не хочу называть рекламу делать этим организациям. Много есть организаций, в которых можно сделать рекорд и опыта набраться. Просто опыт нужен в этом спорте. То есть, мелкий этот турнир участвует? У меня есть. У меня есть в будущем такие планы, когда я закончу свою карьеру. Я не знаю, когда буду заканчивать. Время покажет. Когда именно закончить? Может завтра я встану и какие-то проблемы будут. Никто не знает. Только Всевышний знает, когда мы вообще можем завтра не проснуть. Никто не знает. Худоберса, иншаллах. В ЮС попадем, там посмотрим какая карьера будет. Потом я уже покажу людям, всему миру, кто мы узбеки, на что мы способны. И я знаю то, что я там себя покажу. Потому что я спарринговался с разными ребятами. Даже Камара Усман в моей весовой категории чемпион ЮС сейчас. Я с ним хорошо спарринговался. Не говорю то, что я его побеждал или он меня побеждал. Были у меня шансы. Я не люблю так говорить о себе. А, вот я самый лучший. И после окончания карьеры, ближе к этому, я уже хочу открыть школы. И в Узбекистане, и в Чехии бесплатные. Потом постараться сделать бесплатные. Потому что такие ребята, как я, с мечтой, без денег, без возможностей. Такие будут приходить, тренироваться. Откроем хорошие залы, чтобы все там было. И будут, как бы, ребята потом... Почему с Чехии и с Узбекистана? Потому что вот вы говорите, как ребятам ездить туда. Потом будут делать такие, как бы, сборы на 2-3 месяца. Виза. Все сделаем. Это без проблем. У меня будет лига там. Что сделаем. Будем возить с Узбекистана в Чехию. С Чехии в Узбекистан. И будем показывать, какая у нас страна, какие горы, сборы. Будем стараться продвигать спорт в нашей стране. Показывать в Европе, какие у нас традиции, какой у нас народ. То, чтобы вы узнали, вот, действительно, откуда я. Потому что очень много людей интересуются, откуда я. Многие чехи даже ездят. Мне фотографии отправили. Эй, вот, вот ты с Узбекистана. Я вот благодаря тебе туда поехал. И даже музыку, под которую я в узбекскую выхожу. Многие, как бы... Многие говорят, о, что за песня, какая песня. Я просто в шоке то, что европейцам это интересно. И потом вот... Маленький турнир бы хотел делать. Собирать ребят в Узбекистане. Лучших подписывать контракты. И возить в Европу, там, устраивать им бои. Но это в будущем. Я, как бы, не хочу говорить то, что... Еще в будущем. Всему свое время венчало. Но есть такие планы. Самое главное, что ЛЧ Лидикой был спорт. Любой давладкой. Конечно, конечно. Потому что, чтобы у нас очень много детей есть. Ребят перспективных. Но возможности нет. Или они там неправильный путь выбирают. Просто им нужно показать правильный путь. Дети, например, будут ходить. И просто будем как бы правильную жизнь показывать. То, что спорт это лучше. Там, не надо, чтобы они дрались или еще что-то. Просто, чтобы ближе к спорту были. Чтобы у них не было времени лишнего, чтобы там ходить, не знаю, где-то на улице. Курить, пить и все остальное. Да. Но если кто... Я не кто, чтобы говорить правильно или неправильно. Всевышний знает, он скажет, кто правильно. Я иду своей дорогой. Кто меня знает. Я такой, какой есть. Я никогда не был. А, вот. Я узбекистый Махмуд Муратов. Я там. Я такой простой. Или меня люди любят, или не любят. Мне без разницы. Насчет улицы. Я говорю же каждый. Вот. Вы утром встаете. Вы едете на работу. У вас своя дорога. Другой кто-то по другой дороге. Так же жизнь. Каждый выбирает свою дорогу. Понятно. Самый главный стиль жизни в Махмуд Муратов. Какой сейчас? Сейчас, чтобы попасть в UFC. Поднять наш там флаг. И чтобы мои родители и моя страна гордилась мной. То, что сотворить историю. Потому что еще, я говорю, узбека. Оригинал казаха еще не было. Киргиз вот сегодня был. Туркмена. И таджика еще в UFC не было. Нет. Сначала вот. Чуть-чуть осталось. Там будет. Многие мне пишут. Махмуд Акай когда в UFC. Махмуд Акай. Ребята, я сказал два-три боя. Да. Я три боя выиграл. Но не от меня это зависит. Мне обещали тоже. Но. Они говорят. Ты ждешь. Я даю тебе контракт. Жди. Мы дадим тебе контракт. Но я тоже не могу. А вот сесть. А вот все. Сейчас у меня будет. Понимаете? Конечно. Узбекистана хотела? Сейчас вот летом. Я летом люблю ездить. Там. Торбуз. Морбуз. Гаман Астала. Тепло. Но. Летом думаю сейчас какие планы. Сейчас решу когда что бой. Сейчас вот. Летом поедем. Это моя личная жизнь. Я спортсмен. На моем инстаграме можете смотреть мою спортивную карьеру. То что моя жизнь это моя жизнь. Пускай никого не интересует. Не ну. Мои мои друзья. Мои друзья как бы знают что как. Это я думаю каждого вещь. Я жив здоров. Счастлив. Это главное. Мои родители. Альхамдуля. Живы здоровы. Это главное. Я слышал то что вы турнир делаете. Вам тоже спасибо то что ребята как бы продвигаете наших. Это потому что надо с чего-то начинать. И я думаю что у вас все получится. На дальший турнир если получится приеду как гость. И постараемся продвигать спорт не только в нашей стране. В других странах. Чтобы наши спортсмены себя показывали. Чтобы у молодежи было как бы. Например многие вот мне пишут. Он такая я хочу как вы быть. Я говорю еще лучше будет если будете стараться. Потому что не надо на кого-то равняться. У меня например нету никого. А вот я буду как он. Как боец мне нравится Джон Джон. Но у меня нет я не хочу быть как он. Я хочу быть лучше него. Потому что я знаю что это возможно. Это такой же человек как и я. Две руки две ноги. Одна голова. Два глаза. Уши. У нас есть. Это все зависит от вас. Вы можете идти только тренироваться. Так же как и он. Многие просто а там жалуются. А вот махунтака. Времени нету. А махунтака. Денег нету. А у вас был когда-то? Я в Европу приехал. У меня папа инвалид. У меня папа инвалид. Я в Россию поехал. На стройке работал. Я в маленькой комнате жил. Вот маленькая комната. Мы жили 12 человек. Я работал я не знаю. На стройке по 10-15 часов. После тренировки на базе жил. Грушу повесил. В Руссии там были. А как начался вот эта карьера? Вот я был в России. С братом уехали. Брат мне очень много помогал. У меня как бы правильная жизнь. Чтобы спорт. Спорт тоже. Раньше там все компьютер. Мампьютер. На улице погулять. Сигарет не горит. Там все курили в школе. Но я не курил. Я никогда не курил. Не пил. Как бы старался. У меня братья были правильные. Мне пример передавали. И ближе к спорту. Я знал, что со спорта что-то получится. Потом у меня папа в 14 лет в автокатастрофу попал. Потом я уехал в 18 лет в Россию. И там на стройке работал. Там на соревнованиях поучаствовали. Так получилось то, что хорошо себя показал на соревнованиях. И мне пришли. Карточку дали. Позвоните завтра. Позвонил. Они говорят, не хотите в охране работать? Я говорю, конечно. Я на стройке работал по 10-12 часов. Зарабатывал 1000 рублей. Это было хорошо. 700 рублей зарабатывал. А в охране? В охране означало 2-3-4 тысячи. Там в казино работали. И уже больше времени было на тренировки. Мы потом начали зарабатывать опять. Когда отец был в больнице, мы продали квартиру. Опять купили квартиру. И все вернулось. Я приехал в Узбекистан с другом. Друг говорит, что полетели в Чехию. Так случайно просто. Я говорю, да. Хочу. Потому что здесь по спорту никак не пробьюсь. И поехал в Чехию. Там тоже случайно просто все. Там тоже на стройке работал. В зале спал. У меня никто не принимал. А вот Махмуд. Это ты. Вот мы тебе даем. У меня ничего не было. Никого не было. У меня только были родители, мой брат. Мне этого достаточно. Я говорю. У всех есть две руки, две ноги и одна голова. Никто никому не обязан. Никто никого. Надо каждый день строить художку. То, что ты встал. Что ты можешь думать, видеть, слышать. Ходить сам. А сейчас спортсмены какие? Нам нужен спонсор. 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 Это надо. То надо. Надо радоваться. Да, у меня сейчас есть художка. Но это никто мне просто ничего не дал. Понимаете? Многие говорят, вот я выиграю бой. А, Махмуд, а зачем вы сразу тренируете на другой день? Я просто людям показываю то, что не надо. Вот выиграли. Завтра надо опять идти тренировку. Потому что пока я своей цели не добьюсь, я не успокоюсь. У меня такой характер. А когда я добьюсь своей цели, у меня другая цель будет. Надо просто вот ставить себе цель, добиваться. И еще дальше другую цель ставить. Еще больше цель. А у бойца самое главное это характер или трудолюбие? Трудолюбие и характер. Но я думаю, это одно и то же. Если у тебя есть характер, значит, ты будешь трудиться. Если у тебя нет характера, значит, не знаю. Я не знаю. Может даже я иногда просыпаюсь, говорю, может Всевышний мне дает больше, чем я заслужил. Серьезно, как бы не знаю. Многие говорят, Махмудака, когда увидят, сфотографируют даже сегодня, я говорю, вообще простой. А почему вы думаете, что я какой-то другой? Я такой, какой есть, я не знаю. У кого-то какие-то там мысли, там, а вот Махмудака, такой полублатной, то в Европе живет. Нет, я такой обычный, с Бухары парень, с Горгаза. Меня ничего не изменило, ни слава. Я даже не считаю себя знаменитым. Я простой. Потому что Бркун Гамасе Йохлада. Конечно. Надо быть всегда таким, какой ты есть. Например, вы учитесь. Зачем вы учитесь? Хотите вы эту работу, когда вы закончите? Или не хотите? Или просто надо учиться и все как? Или поете, например. Кто-то поет, кто-то в школе какой-то учится, я не знаю, актерской. У меня, например, спорт. Я, например, вот лежу и думаю, нет, вот я хочу добиться этого. Я пока не добьюсь, я не остановлюсь. Когда я вот добьюсь этого, я говорю, не от этого мало. Я же это смог, значит, еще больше смогу. И вот такие вот правила у меня в жизни. И самое главное, не отвлекаться ни на левые, правые дела. Там просто, как вы говорите, у кого-то там. Фокус на одно. Где там улица, пулица там. Не знаю, я никого не хочу обидеть, но если у вас какая-то есть цель, там просто надо добиваться ее. Не отвлекаться на посторонние вещи, на посторонних людей. И надо окружить себя такими людьми с хорошими намерениями и с одинаковыми целями. Чтобы они тоже чего-то хотели от этой жизни. Клуб тоже? Конечно, чтобы они тоже были, как бы, у них были свои цели, чтобы они тоже были. Например, если я спортом занимаюсь, у меня все рядом друзья, спортсмены, они не ходят там, а вот потренируйте, завтра пойдут в клуб, а там кому-нибудь надо. Не надо, зачем? Кому показывать? Иди в зал показывай, на соревнования выходи показывай. Я не учу, просто я говорю свое мнение. Если кому-то не нравится, многие, а вот что он там умничает. Я тоже хожу, да, по клубам хожу, пойду иногда, надо отдохнуть. Друзья приезжают, пойду, но можно нормально отдыхать. Конечно. Если даже кто-то что-то скажет, все, рахматки, вчера все. И мне без разницы, что он мне потом скажет, а вот Махмуд, а там задние берды, туда-сюда. Пускай. Они говорят, а пока они говорят, я иду наверх. Вот это надо смотреть. Мое мнение, это лично мое мнение. Просто Хаммана, некоторые потом будут говорить, а вот ты так правильно говоришь. Нет, это лично мое мнение. Каждый живет по-своему, у каждого своя дорога. Вот хейтеры на Бурку хают-то? Хейтеры они тоже? Мало. 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 Но есть, конечно. Как реакция? Они же время свое тратят на меня, правильно? Я же не трачу, а не сижу и мне отвечают. Я живу, я радуюсь своей жизни. Алхамдля, у меня есть моя семья жива-здорова. У меня есть хорошие друзья, действительно друзья, которые... И когда я был никем, когда вот сейчас являюсь тем, кто им я являюсь, они со мной. Они меня поддерживают, любят. Мои соотечественники, мои болельщики, фанаты. Кто мне нужен? Хейтеры там 10-20 хейтеров. Кто они такие, когда у меня за мной такая армия? Когда в Москве вон я сказал, через 10 часов я вот в 3 часа вечером добавил. Три часа пришел мне пройти даже не могу. Русские проходили, эй, что там, кто приехал? Вот это вот, это больше, чем хейтеры или еще что-то. Вот это моя мотивация, чтобы людей радовать. Потому что, не знаю, они просто приходят и трясут, ой, махмутака, махмутака. Вот, вот это моя мотивация. Красавчик. Значит, сейчас, вот, в камере я подобрал нас, что фан встречи в Санкт-Петербурге. Я сделаю в Москве, я сделаю в Петербурге. Уже насчет этого разговаривал в Москве, в Питере еще вот. Вы мне еще поможете. Серьезно. Сделаем сейчас, договоримся. Сделаем, но я не знаю, когда точно. Нет, хорошо. Сейчас какие-то планы. Мы на связи. И договоримся. Я обещаю, что я приеду с каждым из вас, кто придется, фотографируюсь. Кто меня знает, я всегда, вот, когда прихожу, пока с каждым из вас не сфотографируюсь, я не ухожу. Ахмад, Амалиция. Молодцы. Умад, субтитры. Субтитры делал DimaTorzok. Ахмагир, Ахмагир, Ахмад. Лайк больше, что ты станешь формированием. Ахмагир, Ахмагир. Ахмагир, Ахмагир. Ахмагир, Ахмагир.